Продолжение следует... 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 Поговорили также о свитке Selection, который в принципе позволяет нам переключаться между уровнями редактирования То же самое, что мы можем делать в стеке, то же самое доступно нам и здесь Некоторые еще параметры по статистике разобрали, говорили о свитке Soft Selection, мягкое выделение И остановились мы на свитке Geometry, вот тут как раз несколько команд мы с вами разобрали Мы разобрали команды Touch и Touch Multi, команды, которые позволяют к данным линиям присоединять другие сплайны То есть в состав одной формы добавляют другие линии, другие сплайны Мы разбирали с вами команды склеивания и разрыва точек Команда Break, команда которая делает разрыв выбранной точки Команда Weld, которая позволяет склеивать две точки в случае, если сплайн разорванный, а дальше его нужно склеить Команда Weld нам помогает, Automatic Welding, как тоже один из вариантов склеивания И разбирали две команды по добавлению точек на сплайн Команда Refine, которая добавляет точку на сплайн, не меняя кривизны сегмента И команда Insert, которая позволяет нам в процессе добавления точек еще и дорисовывать сам сплайн непосредственно А, да, ну и команда CreateLite, мы с нее начали в прошлый раз Команда, которая позволяет в составе текущего сплайна дорисовывать новые линии Либо даже дорисовывать сплайн, если он не замкнут Поэтому очень удобная штука, будем частенько пользоваться Вот это основной набор команд, которые мы с вами разобрали на прошлом занятии Сегодня пойдем дальше, разбираем оставшиеся команды Вот, и посмотрим, как мы с более такой практической точки зрения Какие вещи сплайны нам будут позволять делать Сегодня мы с вами не только разберем оставшиеся команды в редактируемом сплайне А также еще, я думаю, даже затронем Затронем наверняка даже некоторые модификаторы Которые мы можем применять к нашим сплайнам дополнительные Которые смогут наш сплайн дать, скажем так, в руки нам больше управления над сплайнами И позволить нам с помощью этих линий получать уже геометрически объемные фигуры Но для начала акцент делаем на редактируемой сплайне Так, хорошо, поехали Значит, давайте посмотрим оставшиеся команды То, что мы еще с вами не успели разобрать Опять-таки напомню, значит, команд здесь много Часть из них доступна, часть недоступна Те, кому не было, либо те, кто подзабыли Напомню, что команды бывают активны, либо неактивны В зависимости от того, какой уровень редактирования в ключе Для точек какие-то могут работать, какие-то нет Для сегментов, наоборот, некоторые могут включаться, другие отключаться И так далее Поэтому у каждого из них свои нюансы Мы разбираем просто команды И уже делаем приписочку там в конспекте Для какого режима эта команда работает И дает возможность нам получать тот или иной результат Так, давайте пойдем дальше Значит, еще несколько таких полезных команд Которые мы с вами будем довольно-таки активно применять Первая из этих команд Это командочка с вот таким вот названием Fillet Вот она находится здесь внизу Fillet Fillet переводится как фаска И позволяет в выбранной точке сплайна Делать такую мягкую плавную фасочку Закругление, срез Единственное, на данном сплайне это будет не очень хорошо видно Я создам прямоугольный сплайн Вот, переведу его в редактируемый методом конвертирования И теперь на примере точек посмотрим Допустим, я выделил точку Можно даже сетку отключить, чтобы она пока нам не мешала Командочка fillet Значит, данная команда может работать в двух режимах Первое, вы можете использовать саму кнопку и курсор мышки в окне проекции Вы можете использовать цифровое поле, находящееся с правой стороны То есть результат будет и в одном, и во втором случае одинаковый Если работать мышкой в окне проекции, система такая Мы включаем саму команду Когда она находится в активном режиме Мы наводим на ту вершину Над которой хотели бы провести эту манипуляцию Получить здесь фаску Щелкаями, не отпуская Тащим вверх, для того, чтобы в этой точке получить Такое вот скругление Такую вот фасочку Когда мы определились с ее размером Мы отпускаем и получаем результат Эту процедуру можно проводить сразу с несколькими точками Если они выделены То есть вот я выделил две точки Одну, вторую На одной из них делаю манипуляцию Но так как они обе выделены Команда применяет сразу к двум вершинам И другой вариант, в принципе, этой же команды Это цифровое вот это поле В принципе, это поле активируется, когда вы работаете мышкой Вот посмотрите, я в процессе перемещения мышкой Если посмотрю на это цифровое поле Видно, тут меняются цифры Плюс точно так же я могу просто Если мне какое-то число конкретное нужно Я могу здесь вписать Enter его подтвердить И, соответственно, фаска автоматически к этой вершине применяется То есть есть вот такой вариант Ну, вот такая простая задача То есть очень удобно в ситуации, когда нужно получить Просто скругление по углам вашего сплайна Филет это делает легко, просто, без каких-либо проблем Команда похожая на нее, но чуть отличающаяся по конечному результату Команда с названием Chamfer Chamfer переводится как скос Он выполняет практически аналогичную задачу Такую же, как и филет Но если филет закругляет точку Делает скос в фаску мягким То это просто ее срезает Фактически, как такой фрезерный станок Который по углу просто проходит и обрезает его Работает так же, как филет Может в окне проекции, может с помощью цифрового значения Если выделить несколько точек, то сразу к нескольким точкам будет применяться Технология вот такая Щелкнув по вершине, не отпуская, мы сделаем в этом месте Такой вот срез Простая команда, простое действие Но иногда бывает очень полезно, нужно и удобно С ее помощью такие вещи получать Команда Chamfer Хорошо, давайте пойдем немножечко дальше Следующие Несколько команд Которые тоже будут нам интересны Для того, чтобы, наверное, их продемонстрировать Я переключусь на сегменты И один из сегментов удалю Сделаю разрыв в сплане Теперь, вернувшись на точки Мы об этих командах Можем с вами сказать Значит, первая командочка, которая нам здесь понадобится Команда с названием MakeFirst Сделать выделенную вершину первой MakeFirst Делает выделенную точку сплана Первой Опять-таки это актуально, когда вы выделяете последнюю точку Поэтому даже можно записать, что делает последнюю точку сплана первой Потому что первой точкой нельзя сделать точку где-то в середине сплана Это даже больше актуально в ситуации, когда у нас сплайн разорван То есть в таком сплане разорванном нет возможности сделать первую точку другую Я сейчас включу нумерацию Чтобы было видно, вот у нас первая вершина И по цвету она отличается И номер от нее идет отсчет Я выделяю последнюю точку с номером 8 Нажимаю MakeFirst И ситуация меняется Теперь сплайн идет в другом направлении Как я уже говорил, чуть попозже, когда мы с вами затронем темы модификаторов Которые работают со сплайнами Это иногда будет играть роль Потому что объект может строиться либо с этой стороны в эту сторону Либо с этой стороны в противоположную сторону То есть может меняться форма построения объекта Поэтому иногда эта команда позволяет, не перерисовывая линию Просто изменить порядок следования То есть внутри, в принципе, делать в разорванном сплайне смысла нет Он ее не сделает Если же сплайн замкнут Тогда, в принципе, эта проблема не проблема Любая точка, которая внутри сплайна находится, может быть первой Команда MakeFirst Команда Команда вот с таким вот интересным названием Fuse Fuse дословно переводится как сблизить Сопоставить Команда, выполняющая одно простое действие Но очень часто полезное и удобное Она позволяет любые вершины Сблизить друг к другу таким образом Чтобы они лежали в одной точке пространства Помните, мы говорили о команде Well Которая склеивает точки Для нее был важен порог То есть расстояние между точками Для того, чтобы она склеилась Так вот, теперь, зная команду Fuse Можно вначале применять Fuse Она их сблизит максимально Они будут иметь одни координаты И дальше Well Какой бы там маленький порог не был Склеит их без проблем Вот пример То есть я выделил, допустим, мою первую и восьмую вершины Нажимаю Fuse Они вот, бах Пошли навстречу друг к другу И где-то в серединке встретились Но они не склеились Я всегда могу выделить одну из них Оттащить ее в сторону Видите, то есть они не склеены Вот, то есть Выбрав две вершины, нажав Fuse Они вот сопоставляются А теперь, выделив две эти точки Команду Well Даже какой бы там маленький порог не был бы Она всегда склеится Потому что они идеально стоят Одна на одну И имеют одинаковые координаты В будущем команда Fuse Будет нам еще интересно Когда мы с вами разберем модификатор Surface Модификатор, который позволяет По набору сплайна Встроить объемную геометрическую фигуру Вот для него, для этого модификатора Surface Тоже очень важно Чтобы точки были максимально близко друг к другу И вот один из способов это сделать Это вот командочка Fuse как раз Еще одна команда Не совсем скажу, что она такая Прям уж супер уникальная Но иногда бывает она Может быть помощником При поиске разрыва в сплайне Команда с названием Circle Дусловно переводится В принципе как цикл какой-то Значит команда Которая позволяет Циклически перебирать Все точки сплайна То есть щелкая По этой той команде У нас выделение Будет по очереди Прыгать с одной точки сплайна На другую Видите вот Они становятся активными Одна, вторая, третья, четвертая, пятая И так далее Значит команда позволяет Нам перебирать Циклически все точки сплайна То есть делать выделенными По штучно каждую точку сплайна При поиске разрывов Она иногда бывает полезна Вот в каких задачах Допустим вот здесь У меня есть точка Где-нибудь вот тут В которой я возьму Специально сделаю разрыв Командой Break Воспользуюсь Оп То есть если я теперь Выделю точку Оттащу в сторону Видите здесь вот разрыв Между точками Расстояние И сейчас отменю Для того чтобы Вот координаты Видите одинаковые И сейчас вот все точки Желтым подсвечены Не видно первой вершины Поэтому трудно сказать Есть тут разрыв где-то или нет Визуально его в принципе Незаметно Так вот Щелкнув По любой из точек Начав перебирать Командой Секол Мы можем Столкнуться с такой картиной Если точка одна То с нее как бы Мы сразу перепрыгиваем На другую Но если в каком-то месте Сплайна Вы задерживаетесь два раза Смотрите раз Оп Она здесь осталась Никуда не ушла Потому что она выделила Вторую точку Которая на этой же позиции Находится И вот теперь пошла дальше То есть по двойному такому замиранию Если она где-то два раза замирает Значит сто процентов В этом месте разрыв То есть вот иногда Она бывает полезна То есть как вариант Мы уже несколько способов знаем Первое это включение нумерации Если вот нумерация Где-то цифра видна не четко Вот как тут Один и восемь наслаиваются Цифра восемь не четко отображается То это вот уже показатель разрыва И вот второй в принципе вариант Это команда Секол Команда которая вот циклически Делает такую переборку И позволяет вам тоже находить Такие вот проблемные участки В геометрии сплайновой Так давайте пойдем дальше Еще несколько полезных команд Но они уже нам понадобятся с вами На другом уровне На уровне если не ошибаюсь Сегментов Да Значит на уровне сегмента У нас есть еще одна Даже не одна А две вот будут команды интересных На которых мы с вами остановимся И о которых мы поговорим Первая из этих команд Команда с названием Divide Она находится вот здесь вот внизу Практически внизу этого свитка Divide Divide переводится как разделить И данная команда Позволяет сегмент Разделить Позволяет сегмент разделить На заданное количество равных сегментов На заданное количество Одинаковых сегментов Позволяет разделить Выделенный сегмент На равное количество Одинаковых сегментов Если я, допустим, выберу один из сегментов Это может быть не один, а несколько тогда команды Для нескольких будут применяться Рядышком возле команды Divide находится индикатор Который показывает, сколько вершин появится на этом сегменте То есть реально при наличии одной вершины данный сегмент разделится на два То есть цифра здесь обозначает не сегменты новые, а именно точки, которые появятся на этом сегменте То есть при значении единичка, если я нажимаю, смотрите, у меня посередине этого сегмента появляются вершины Этот сегмент делится уже на два сегмента Если эту цифру увеличить, там до трех, например Появятся три вершины, раз, два, три, соответственно, сегмент разделится на четыре отрезка Ну и так далее То есть очень удобный способ, бывает деление линий на равные отрезки Если в этом есть смысл, есть такая задача То вот эта команда Divide вам это позволит сделать Делить сегмент на одинаковые отрезки И еще одна команда, которая у нас тут Команда Detach Команда, позволяющая отсоединять выбранные сегменты сплайна И есть набор настроечек вот здесь с правой стороны, которые вместе с этой командой работают Ну вначале поговорим о самой команде Потом затронем настройки, с которыми она работает Система очень простая Вы выделяете в вашем сплайне сегмент, либо набор сегментов, которые вам нужно отсоединить А дальше можете воспользоваться просто командой, либо набором настроек совместно с этой командой Если вызвать просто команду Detach, отсоединить Появляется вот такое окошко, в котором программа спрашивает имя Новой формы, потому что этот сплайн по умолчанию Если пользоваться этой командой без настроек Просто отсоединяется в новую форму Можно менять имя, можно потом изменить Как захотите При нажатии на кнопку ОК Происходит процесс отделения О том, что сплайн отделился В принципе, можно судить, потому что здесь пропали вершины, видите Они не подсвечиваются, хотя они здесь были у нас Это значит, что теперь этот кусочек с этим куском уже никак не взаимодействует Хотя вот по цвету, по всем остальным параметрам они вроде как и одинаковые Но стоит нам выделить этот кусок и оттащить его в сторону Как вы увидите, что он действительно отсоединяется Команда Detach его отсоединила Это отдельная форма, внутри которой один сплайн То же самое здесь Вот что делает команда Detach По умолчанию Плюс есть у нее набор настроек Которые позволяют эти команды чуть-чуть вариаций внести в ее работу Значит, первая командочка с названием Same Shape Same Shape Та же форма, если переводить дословно Same Shape Та же форма При установке данного параметра Выделенные сегменты отсоединяются Но продолжают оставаться внутри данной формы Фактически это как если бы ножницами разрезали нитку вот эту То есть разрыв бы тут был, точки уже не были бы склеены Но это по-прежнему была бы одна форма, внутри которой был бы один и второй сплайн Вот давайте попробуем, нажимаем Detach Оп, процедура отсоединения происходит Ну видите, это одна форма Но если на уровне, например, сплайна переключиться Мы этот кусочек можем выделить как отдельный кусок И оттащить его То есть отсоединение происходит Но сплайн не выделяется в новую форму Он остается в той же форме Отсюда, в принципе, это название Same Shape Та же форма Следующий параметр Reorient Переориентировать Переориентировать Выполняет процедуру отсоединения сегмента И выравнивает его Сразу по точечке 0, 0, 0 То есть по началу координат Сплайн может быть где угодно Но при использовании этой команды Сплайн переместится вот сюда в точечку 0 То есть своей опорной точкой Вот тут она у него будет находиться Она будет располагаться в начале координат То есть линия где-то вот тут будет лежать То есть вот в чем суть переориентации Сплайн меняет позицию для того, чтобы находиться в новом месте Эта команда может работать как просто с командой Detach Тогда этот кусок отсоединится как отдельная форма Или может даже работать с командой Нет, не может Same shape не может Видите, не дается не делать Поэтому просто, значит, Detach Нажимаем Detach Отсоединяется Вот, ну видите, он чуть-чуть двинулся Потому что опорная точка вот этого объекта В котором он раньше был Находилась недалеко от центра Поэтому движение это совсем незначительно То есть вот Всего лишь на небольшой кусочек он передвинулся Но если бы мы, например Давайте сейчас сделаю отмену несколько раз Когда они еще были общей формой Если бы я, например, куда-то вот сюда Мой объект сдвинул А теперь Воспользовался этой командой В режиме Rearient То тут явно будет видно, что вот он, видите, ушел сюда То есть опять-таки, смотрите Выравнивается не сам объект А объект по своей опорной точке А опорную точку он наследует С вот этого объекта родителя Внутри которого он раньше был То есть вот было Он расстояние запомнил И, в принципе, на такое же расстояние Этот кусочек переместил сюда Вот Ну то есть это удобный способ Удобная команда В тех ситуациях, когда Ваш сплай находится где-то далеко Что потом его проще найти Вы можете сброс этот поставить И тогда он будет где-то в районе Начала координат Вам проще будет его просто найти потом И последний режим, который у нас тут есть Третий режим Режим с названием копия Копия Отсоединяет сплайн как копию Отсоединяет сплайн как копию Что это значит? Это значит, что в оригинальном сплайне Эти сегменты тоже останутся Но при этом они как копия Создадутся в виде новой формы Смотрите, я нажимаю Detouch Процесс отсоединения происходит Пока вроде бы ничего не видно Да, но стоит мне взять Вот этот мой сплайн отодвинуть Смотрите, вот этот кусочек Он как был, так и остался Внутри этого сплайна А вот эта часть создалась в виде отдельной формы Как копия То есть, когда есть задача Не удалять сегменты из объекта оригинала А просто получить копию С которой там дальше уже будете работать То есть, вот режим копия Позволяет нам это сделать Три вот такие вот команды Которые могут совместно с командой Detouch Отсоединить Работать и давать такие вот результаты И еще несколько команд Которые у нас доступны в третьем режиме В режиме сплайны В режиме сплайны Сейчас я опять-таки новую форму сделаю Даже несколько Переведу их в редактируемые сплайны Конвертирование Доступ к этим командам получить Так, итак, значит Команда работает в режиме сплайна В третьем режиме Команда с вот таким вот интересным названием Outline Outline Контур Outline переводится как Контур Это команда, которая позволяет вам По текущему сплайну получать Внутренний Наружный Вернее, внутренний, да Либо внешний наружный контур Система очень простая Смотрите, я включил эту команду Она, кстати, тоже может работать Так же, как и в филет и чамфер В двух режимах В окне проекции мышка интерактивная Либо вот с помощью цифрового поля С правой стороны Если мышка, система такая Я вот начинаю, щелкаю по контуру И дальше могу, видите, на базе этого контура Получить внутренний Либо внешний контур Который идеально соответствует тому, что у меня было Если у меня сплайн замкнутый, как здесь То я получаю, как бы, вот такую картину Если у меня сплайн имел разрыв Давайте возьмем тот же самый, допустим А что там, дугу можно взять, например Она у нас уже идет с разрывом И тоже преобразовать ее в редактируемый сплайн И на уровне сплайнов команда Outline Если сплайн имел разрыв, то картина будет такая Иногда эта команда бывает хорошей отправной точкой При, допустим, построении чертежей помещений То есть вам не нужно рисовать сплайном и внутреннюю, и внешнюю стену Достаточно просто одну из них обозначить А вторую легко и просто можно получить на базе команды Outline Ну а дальше, если там толщина стен варьируется Как правило, она так и бывает Есть перегородки несущие, да Есть, соответственно, внутрикомнаты, межкомнатные Они могут быть тоньше Там уже можно подстроить Но, тем не менее, базу эта команда дает очень неплохую Поэтому хорошая команда Возьмите себе ее на вооружение Значит, у нее есть несколько поднастройчик Даже не то, что поднастройчик В принципе, одна настройка, которая чуть влияет на технологию работы По умолчанию, смотрите, когда вы эту команду применяете Вот этот контур первоначально, который был, он и остается То есть ваш контур может идти либо во внутреннюю часть, либо наружную От того контура, который был Тот контур свою позицию не меняет А если вот здесь рядышком с этой командой Outline поставить режим центр То система немножко меняется Теперь получается вот эта вот старая позиция сплайна Которая у нас была первоначально до вызова этой команды Она будет считаться центром И именно от нее будут стены расползаться Ну не стены, а контуры Расползаться во внутреннюю и внешнюю сторону Смотрите, то есть они оба работают для того, чтобы отодвигаться А расстояние между ними, если бы взять серединку Это как раз позиция старого сплайна То есть теперь контур этот строится относительно центра То есть не просто один из сплайнов остается, а другой Меняет толщину, тут они оба работают Тоже для разных задач, разные подходы могут использоваться Поэтому есть такая вот вариация Режим центр Так, хорошо И давайте пойдем дальше Тут в принципе еще Совсем немножко нам осталось Команд Значит, одна из команд находится она вот здесь вот Тоже практически в самом низу Команда с названием Close Закрыть Либо замкнуть Команда, которая позволяет замкнуть Разорванный сплайн Позволяет замкнуть Разорванный сплайн То есть я вот сейчас специально взял один сегмент Удалил, видите, вот здесь у меня разрыв В моем сплайне Но стоит мне нажать на эту команду Close Программа сама находит место разрыва И соединяет это место просто одним сегментом То есть от первой к последней точке строится сегмент Сплайн быстро замыкается То есть не нужно, допустим, командой там create line На уровне точек Соединять эти точки для того, чтобы они замкнулись Просто нажав команду, это все происходит автоматически Очень удобная тоже команда для быстрого выполнения такой задачи Вот это вот основной набор команд, которые есть у нас в арсенале нашего редактируемого сплайна Но мы на самом деле на этом еще со сплайном не закончим разговаривать Потому что я бы хотел вам еще рассказать один подход при работе со сплайнами Который иногда тоже позволяет убыстрять работу К сплайнам, к нашим линиям, могут применяться так называемые булевские операции Вот здесь вот в середине этого свиточка, геометрия Есть несколько настроек, вот буквально сразу под командой outline Кнопка вот такая с названием boolean И три дополнительные кнопочки, которые конкретизируют технологию работы данной команды Значит, в чем суть данной команды и что она позволяет делать Вот этот вот термин boolean Это так называемые булевские операции Если я не ошибаюсь, это кажется по фамилии математика Прикольная, да, фамилия у него? Буль Вот, значит, который придумал вот эти логические операции Они на самом деле везде используются То есть в компьютерной технике, там логика работы машин на этих логических операциях построена Все языки программирования имеют технологию сравнивания логических операций И, в частности, и в пакете 3D Studio Max эти булевские операции тоже встречаются И в сплайнах они позволяют выполнять одну очень интересную процедуру Мы сейчас с вами посмотрим, как это дело у нас работает Вот, для чего оно нужно и что дает Но перед тем, как мы посмотрим это на сплайнах Вот, я бы хотел вам чисто теоретически так показать В таком иллюстрированном режиме, как все это дело происходит Для того, чтобы у вас было общее представление о том, что за логика заложена в эти булевские операции А дальше мы уже посмотрим на базе сплайна Чуть попозже, когда мы с вами уже разберем сплайны Когда разберем другие способы моделирования В самом конце, уже перед окончанием тем Блока тем, связанных с моделированием Мы будем еще разбирать так называемые составные объекты И там у нас тоже эти булевские операции еще раз обязательно встретятся Вот, но сейчас хотя бы в общих чертах Небольшую логику Показать того, как эти булевские операции работают Для чего нужны и как с ними быть Можно было все это дело нарисовать на доске Но так как у нас записывается видео А видео мы на доске не покажем Будем делать это здесь Итак, булевские операции называются логическими Потому что они работают на базе некоторых логических законов Так называемых Значит, для этих законов важно присутствие двух объектов Я, допустим, так чисто схематически Посмотрим у нас тут Возьму какую-нибудь простую кисть без наворотов Да, нормально Значит, несколько объектов Вот, допустим, пусть это у нас будет объект Объект, объект, объект Первый Вот, а это, соответственно, допустим, будет у нас Объект второй Такой вот круг, допустим, и квадрат Значит, объекты Эти можно по-разному именовать Ну, допустим, вот этот объект Пусть у нас называется объект А Вот, соответственно, этот объект у нас будет называться объектом Б То есть два вот таких вот объекта С которыми мы можем выполнять некие манипуляции Так вот, что интересно Когда у нас с вами есть такие объекты Мы с вами можем Вот, мы с вами можем с ними применять логические операции Логические операции, в принципе, в данном случае В сплайнах мы пока разберем именно тот арсенал, который у нас есть Они бывают трех типов Первая Первая логическая операция Вот, она называется объединение Да? Операция объединения Это, кстати, себе можно, в принципе, даже записать в конспекте Типы логических операций Типы логических операций Первая операция Объединение На английском она звучит вот так вот Union Объединение Технология объединения говорит о том, что если у нас есть два объекта Которые между собой пересекаются Как видите, сейчас у нас один объект пересекает другой объект То к этим объектам может быть применена операция Объединение В результате срабатывания этой операции логической Наши объекты Преобразуются в один объект Каким-нибудь зеленым цветом Обозначу Вот, наши эти два объекта Объединятся в один объект Которые будут из себя представлять вот такую вот форму Он возьмет общее из одного объекта И добавит общее из другого объекта То есть вот такой вот контур будет общий Все промежуточное, что у них было Удаляется То есть новая граница, новый контур Будет соответствовать тому, что было общего И для одного, и для второго объекта Это команда объединения Вторая логическая операция Которую мы тоже можем над нашими объектами применять Вот, это команда Вычитание Вычитание Сабтракшн Вычитание Сабтракшн Сабтракшн Это чуть другая команда У нее чуть другая логика заложена в основе Но тоже Логическая операция Итак, командочка Сабтракшн тоже использует два объекта Но здесь уже срабатывает такой принцип Что из объекта Который у нас именуется объект А Вычитается та часть Вырезается та часть Которая является общим с объектом B То есть в результате Вот этих двух объектов Мы получим вот такую вот конструкцию А дальше угол будет вырезан Вот таким вот образом Сабтракшн То есть вырежется Видите то, что одно В него входит другой объект И это соответственно уберется из этого объекта То есть кусочек вот такой получится И третья логическая операция Которая Что ж такое Которая у нас есть в пакете 3D Studio Max Которая может применяться С нашими сплайнами Это операция Пересечения Пересечения Интерсекшн Интерсекшн Пересечения Эта операция Вообще интересная То есть результат работы Этой операции Это новый объект Который по своей форме Соответствует тому Что общее Для одного И для второго объекта То есть в нашем случае Это будет как раз Тот кусочек Который был вырезан В первом случае То есть то, что общее И для одного И для второго объекта Станет Финальным результатом То есть вот они Три логические операции Операция Объединения Операция Вычитания Сабтракшн Это был Юнион И операция Пересечения Интерсекшн Вот отталкиваясь От этих вещей Это крутое рисование Надо сохранить Обязательно Потомкам Так Это у нас Одиннадцатый Вот теперь давайте посмотрим Как это дело у нас Выглядит здесь На наших сплайнах Давайте очистим Все что у нас есть Вот я нажал Ctrl-A и Delete Все поубирал Теперь соответственно Создам несколько объектов И на их примере Мы с вами посмотрим Вот чтобы даже не заморачиваться С чем-то сложным Мы возьмем Самые простые объекты Которые были у нас На нашем примере Вот они наши сплайны Оба я переведу В редактируемый сплайн И сделаю Несколько копий Потому что Булевские операции Когда срабатывают Мы наши объекты Оригиналы теряем Поэтому Чтобы мы Несколько раз Могли проделать Эту процедуру Опять таки Режим копия Для того чтобы Ничего не наследовалось У меня Чтобы у меня будут Три разные Примера Отключу сетку И давайте посмотрим Итак значит Единственное что Какой нюанс Значит первое Эти логические операции Булевые Доступны только В режиме сплайнов В сегментах В точках Они не работают Команды будут Недоступны Просто-напросто Это одно правило И второе правило Требуется Чтобы оба Чтобы оба Эти сплайна Были в составе Одной формы То есть вот сейчас Например Я не могу Этот объект Поработать с ним Потому что он является Отдельным сплайном Отдельной формы Поэтому перед тем Как применять Булевские операции Мне команда Этач Надо собрать Эти сплайны В одну общую форму Сплайновую И вот теперь Команду Этач Можно отключить Я смогу Проделать операцию Итак технология Работы смотрите Очень простая Первым Объект который я выделяю Это вот тот как раз Объект с именем А Второй объект Объект с именем Б Ну так Для простоты Обозначения Так вот Выделив первый объект Я дальше Вот здесь вот в списке Могу выбрать Три операции Вот эти три кнопочки Соответствуют Этим операциям Смотрите Первая Union Объединение Вторая Subtraction Вычитание И третья Intersection Пересечение Если даже к этим иконкам Присмотреться Они в принципе Аналогичны тому Что мы с вами рисовали Только что Поэтому это тоже будет Вам подсказкой Так вот Объединение Я выбираю команду Объединение Смотрю чтобы она активна Дальше щелкаю по кнопочке Boolean Чтобы запустить механизм работы И указываю на второй объект С которым я бы хотел Данную процедуру выполнить Щелкаю И Чики-пики Все классно Видите Вырезается И вот у меня новый сплайн Теперь если я Булевскую операцию отключу Перейду на точки Здесь у меня Точечка Причем это одна точка Вот выделив ее в статистике Я смотрю Видите что Написано Одна точка выделена Вот у меня новый сплайн То есть иногда Такая процедура Позволяет просто Быстрее строить Сплайновые формы То есть не всегда Все вручную обводить А некоторые объекты Можно сделать на базе Вот таких вот Наборных контуров А потом быстро И просто их объединить Себе И получить финальный результат Раньше кстати Вот не знаю как в 11 И в предыдущих версиях Иногда эти операции Давали сбой Вообще Булевские операции Вещь очень специфическая Чуть попозже Мы будем о них говорить Когда коснемся Их применительно Геометрическим формам Не только к сплайнам А именно к геометрии Но даже в сплайнах Иногда бывают чудеса В 11 версии Я с этим не сталкивался Может быть исправили Не знаю Вот А раньше было действительно Иногда забавно То есть вроде бы нажимаешь Она не срабатывает И причина этому Непонятно То есть все нормально Все задано Все выбрано Они пересекаются Все должно работать Но не хочет По какой-то причине Бывает такое Если с этим сталкиваетесь Ну значит ничего не остается Как ручной труд Просто обрисовать контур Который вам нужен Теперь давайте Со второй Сделаем то же самое Делаю attach Вначале Чтобы не стали Одной формой И теперь Ага Touch Не забываем Отключать И теперь Выделяем Один объект В буллетских операциях Включаем вторую команду Subtraction Пересечение Напомню Из одного объекта Вырезается кусок Другого объекта Boolean И указываю на Boolean Чик Вот вырезалось Вот новый сплайн Который мы с вами Тоже можем В рабочей Использовать И вот Третья команда Опять таки Предварительная работа Attach Все Теперь выделяем Один контур Subtraction Пересечение То есть Результат Это Общий кусочек Для одного И для второго Boolean Есть Вот мы с вами Получили легко И просто сплайн То есть Иногда Такие вещи Бывают очень удобные И полезные То есть Те же самые Допустим Чертежи помещений Иногда Если конечно Не требуется Там действительно Ручной проработки Можно рисовать На базе Простых объектов То есть Допустим Там Общее помещение Здесь Там допустим Такое Тут допустим Там балкон Вот Тут например Там еще что-то Вот так далее То есть просто Ну я сейчас Это делаю Абсолютно В произвольном режиме Понятно Редко Когда такое бывает Чаще всего Это все-таки Какой-то Вразумительный объект Вот Теперь я например Эти вещи Изолирую Для удобства Чтобы остальные Пока мне не мешали Выделю все Переведу В редактируемый Сплайн И теперь На уровне Этач Мульти Чтобы каждый раз Не щелкать А сразу За один раз Это сделать Мне покажут Все команды Контрол А Выделил все Этач Все это Одна форма А теперь В принципе Выбрав вот этот Контур За основной Я легко И просто могу В принципе С помощью Булевских операций Проработать Например Допустим Некоторые вещи Мне нужно Добавить Сюда Концертный Холл Или галерея Будет Что то такое Здесь тоже Добавим Эту например Вырежем Отсюда Вот Эту допустим Вырежем А здесь например Тоже добавим И вот допустим У нас там есть Сплайн Теперь еще Знаю о том Что есть Замечательная Команда Outline Вот у нас уже В принципе Есть чертеж Помещения Который мы Можем использовать То есть Разные подходы Разные вещи Используются И разные задачи С помощью этих вещей Решаются Вот То есть И в принципе В комплексе Все это может Позволять Давать вам возможность Получать легко И быстро Нужный результат Но такой способ Не всегда бывает Хорош Потому что Очень часто Трудно бывает В чертеже Вот эти Угадать Размеры Всех объектов Но иногда Это может быть Просто опорной точкой Основной То есть Быстро накидали А там уже Если нужно На уровне точек Поправили Где-то что-то Вот И получили Легко И просто Нужный результат Поэтому Вот что Такие Что такое Эти логические Операции Вот как В принципе Они у нас Работают Еще Одна Последняя вещь Пожалуй О которой Мы сегодня Скажем Относительно Сплайнов Это Вот здесь Под булевскими Операциями Команды Переотражения Мирор Мирор Группа команд Которая Занимается Переотражением Здесь Под словом Переотражение Подразумевается Как раз Что мы С вами Будем Давать Возможность Нашему Текущему Контуру Как-то Меняться Тут В принципе Все Очень Просто Смотрите У нас С правой Стороны Есть Параметры Которые Определяют Куда Будет Переотражение Переотражение Относительно Горизонтали Переотражение Относительно Вертикали Вот Переотражение По двум Осям И выбрав Нужное направление Нажав Кнопочку Мирор Мы получаем Отзеркаливание Данного Сплайна Другое Направление То есть Тоже Для Быстроты Можно Это И по Другому Сделать Например Но Тем не У нас Есть Просто Команда Мира Но Команда Мира Не Может Примениться К Сегменту Вернее К Сплайну В Редактируемом Состоянии Она Применяется Только К Полностью Ко Сей Форме А Здесь Есть Возможность Именно С С Выбранным Сплайном Работы И Несколько Параметрах Конкретизирующих Работу Допустим Параметр Копия Который Позволяет При Переотражении Сделать Не Эту Манипуляцию Не с Оригинальным Объектом А с Копией Видите Да И Еще Один Режим Вот Еще Один Режим About Pivot Который Принцип Делает Процедуру Вращения Относительно Опорной Точки Объекта При Включении Параметра Используется Опорная Точка Объекта Так Это Вращение Делается Относительно Габарита Объекта Отзеркаливания А при Включении Параметра Используется Опорная Точка Она Не Всегда Может В центре Объекта Вы можете Сместить И тогда Перезеркаливание Произведет Относительно Выбранные Точки Так как Вам нужно Вам потом Не придется Корректировать Объект Вот такие Параметры Которые Дополнительно Конкретизируют Как мы Можем Манипулировать С нашим Сплайном И какие Результаты Можем Получать Ну вот Пожалуй Наверное И все Что по Сплайну Редактируем Можно Сейчас Сказать Потому что Здесь есть Еще дополнительные Команды Но не все Что нам Сейчас С вами Нужно У нас Курс Базовый Наша Сдача Основы В вас Заложить А дальше Если нужно Вы сможете Либо сами Либо в дальнейшем Процессе Обучение На других Курсах Кое-какие Вещи Будем Разбирать А пока На этом Сделаем Остановку По этому Сплайну По нашему Редактируемому Сплайну Вот Значит Давайте Тогда Таким Образом Сейчас Тогда Сделаем Вашу Пятиминутку Вот А после 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 А после Продолжим Разговор О том О двух вещах Первое Посмотрим Ваши домашние Задания Раз Прокомментируем Их Дальше Поговорим О том Как при Обрисовке Чертежей Мы можем Выравнивать Стены Вот Потому что Вы столкнулись Часто Выполняя Домашку Что там Не всегда У вас Ровные Стены Получались Скорее Всего Ровные Стены Не получались Потому что Это Невозможно Одинаково Точки поставить То есть Там Камера Не даст нам Это сделать 100% Правильно Вот Поговорим Об этом И Разберем Еще Некоторые Модификаторы Которые У нас Есть Вот Посему Потому что Вернее У вас После Сегодняшнего Занятия Будет Еще одно Домашнее Задание И уже Реально Такое Серьезное Все Что мы Делали До Этого Это Так Детский Лепет Был Сейчас Будет Серьезная Уже Домашка Но Об этом После После Отдыха Небольшого Так Работая Над вашим Домашним Заданием Особенно Вот В котором Мы с вами Чертежи Помещений Получали В виде Сплайнов Вот А мы Как правило Разные элементы Рисовали Отдельными Линиями Да И вот В районе Как раз Дверных Проемов Оконных Там Линии Эти У нас Могут быть Как правило Не на одном Уровне Вот Посему Сейчас мы поговорим О том Каким образом После того Как мы уже Создали Наш чертеж С планами Обрисовали Как нам Выровнять Идеально Стены Потому что В принципе Это может быть Критично Может быть Это так На этапе Моделирования Не сильно Будет видно Но когда Пойдет Визуализация У нас Там допустим Косые стены Могут быть Прочие Другие вещи Это все Будет видно Поэтому Эти моменты Надо исправлять Значит Как мы Это можем С вами Исправить На самом деле Очень просто Ну Первым шагом К исправлению Нужно выполнить Процесс Добавление Всех кусочков В одну Общую форму Да Вот то что мы Сейчас сделали То есть я сейчас Может быть Отменю Несколько шагов Вот в принципе То что было У Жени Да То есть рисовать Вы действительно Вольны как угодно Вот как вам Будет нужно Вот после того Как они уже Отрисованы Имеет смысл Их объединить Поэтому выбрав Один из них Любой какой-то Команда Этач Этач Мульти Вы все Кусочки отдельные Должны собрать Состав одной формы Именно это Позволит вам В будущем Выполнять Процедуру Выравнивания Теперь когда Так и есть Все уже сделано Мы можем Приступить К выравниванию Выравнивать Мы с вами Можем Двумя Способами Первый способ Это используя Инструмент Трансформации Масштабирования Это не самый Лучший способ Но пожалуй Самый простой Наверное В использовании Вот скажем так Тут логика Очень простая Работает он Следующим образом Первым делом Мы с вами Должны Выделить Либо точки Которые хотим Выровнять Либо например Сегменты Потому что чаще всего Именно точки Или сегменты Нам нужно выровнять Ну допустим Вот тут У нас могут быть Линии Не на одном уровне Даже скорее всего Так мы это Можем проверить Выделив вершину Перевключив инструмент Трансформации Посмотрев координату По оси Y Вот она у нас 0,1 Не в данном случае Совпадают Хотя кстати Что то Немножко показывает О Тупит Допустим Хорошо Я даже для того Чтобы более Явно это было Выдвано Чуть-чуть их Изменю немножко Поставлю на разном уровне Так вот Система теперь такая Мы можем применять Эту процедуру Как к вершинам Так и целиком К сегментам К сегментам Например Это выглядит таким образом Мы выделяем Один сегмент И с контролом Выделяем второй сегмент Два Выделены Теперь следующим Шагом Включаем инструмент Масштабирование Вот А дальше Нам важно проверить Где у нас стоит Центр трансформации Вот центр трансформации Должен стоять в серединке То есть Он должен быть посередине Между одним И между вторым объектом Именно тогда Он будет Работать так как нужно Если поставить Какой-то другой Первый или третий Результат будет Совсем не такой Как мы ожидаем Так вот Выбрав серединку В качестве этой основы Мы теперь можем Выбрать ось Y Потому что Именно по этой оси Они лежат на разных уровнях И щелкнув по ось Y Не отпуская мышки Смотрите Мы можем их Стаскивать к середине То есть Если их в другую сторону Тащить Они будут разъезжаться А если вот Их к середине Стаскивать Видите Я в несколько экранов Делаю прокрутку И рано или поздно Они останавливаются Это значит Что они уже не выравниваются Они состыковались На одном уровне Единственное что Когда мы такую процедуру делаем Наши стены могут Немножко съезжать с чертежа Относительно уровня стен Потому что Сдвигаясь Они движутся К этой средней линии Она может не соответствовать чертежу Поэтому Не исключено Что после такого подхода Потом там нужно Чуть-чуть ее там Опустить на уровень Стены в чертеже Чтобы они идеально Соответствовали То же самое здесь Выделить один Выделить второй Включили перемещение Центр Танформации уже стоит Где нужно И в серединку Их стянули Есть Вот допустим Стены на разных уровнях Это видно по расстоянию Вот до сетки Да Здесь у нас больше Тут у нас меньше Выделили одну вторую Только вот тут уже будет Не Y А X И вот они у нас выровнялись Теперь эти стены Например Чтобы соответствовали И вот таким вот образом Можете пройтись По всем моментам Которые у вас Не являются Одинаковыми И их повыравнивать Посостыковать То есть это работает Как с сегментами Так и с точками То есть я с таким же успехом Если у меня например Разница в уровнях точек Могу выделить Точки здесь Точки здесь Включить Масштабирование И точно так же Их вот стянуть Это будет точно так же Работать А дальше опять там Подправить их Точно под чертеж Так как мне нужно Аналогичная конструкция Может применяться И для сегментов Когда нам нужно Просто их выровнять Например горизонтально Вот как здесь То есть в процессе рисования Вот тут у нас была стыковка Первая и последняя точка При замыкании Они у нас видите Не ровно стоят Да Мы можем то же самое сделать Применительно к сегменту Выбираем сегмент Выделили его Включили масштабирование Смотрим чтобы в серединке И опять таки По этой оси Смотрите стягиваем Он у нас Оп Несколько прокруток Экрана И он у нас Вот выровнялся Он у нас ровненько стоит То есть таким вот образом После того как вы Очертили Там потратив Еще каких-то Пять минут Дополнительно Вы можете Пройтись по тем стенам Которые требуют Такого выравнивания Вот и действительно Выровнять их идеально Так как нужно Вот тут допустим Здесь и здесь Тут допустим Вот и везде Это нужно Не на всех Абсолютно Стенах Но там где Вот есть Как раз Такие вот Стыковки Где они Действительно Должны быть На одном уровне Это нужно сделать Это один из способов Вот И я иногда Пользуюсь тоже Им Но больше всего Я например Сейчас пользуюсь Вторым способом Второй способ Как раз Подразумевает Использование Привязок То что мы С вами говорили В частности Вот этой Трехмерной Привязки Его Пожалуй Наверное Удобнее Будет Использовать На уровне Точек Нежели На уровне Сегментов Поэтому я Переключаю Сплайни На точки Напомню Еще раз Клавиатурной Комбинации Единичка Включает Точки Двойка Ребра Ой господи Сегменты И тройка Включает У нас Соответственно Эти Сплайны Один Два Три Так вот Включив Точечки наши Я захожу В привязку Вначале В настройки Проверяю Чтобы в настройках Стояла Привязка К вершинам Сплайна Именно тогда Он будет К этим точкам Приклеиваться Иначе Этого Не будет И после этого Могу Включить Мою Привязочку Теперь Когда это у меня Сделано Я тоже могу Заняться Вот этим Самым Выравниванием Смотрите Оно здесь Работает Таким образом Единственное Что Еще нам Нужно Помимо того Что мы Просто включили Привязку Указали Что привязка К вершинам Будет Работать Нам с вами Нужно Еще одну Важную Настройку Установить Без которой Привязка Так как Нужно Работать Не будет На второй Закладочке Options Настройки Настройки Где мы С вами Задавали Помните Настройки Угловой Привязки Процентной Привязки Работающей С масштабированием С вращением Вот Вот здесь Вот Внизу Есть вот Такой параметр Под названием Use Access Constraints Использовать Ограничитель По осям Мы когда-то Говорили о нем Когда говорили О привязках Это параметр Который позволяет Щелкая По оси Привязываться Только в направлении В направлении Выделенной Активной Оси На нашем Триподе И ни в какие Другие стороны Не щелкать Поэтому нужно Проверить Чтобы этот Параметр Был установлен Если все Таки есть То технология Смотрите Очень простая Я допустим Вот у меня Стоит задача Выровнять Вот эту точку По уровню Вот этой точки Чтобы они Здесь стали Ровной Прямой линией Я выделяю Эту вершину Конечно же Мне нужен Тут инструмент Перемещения Потому что Я буду двигать Эту точку А не просто Ее масштабировать А теперь Я просто щелкаю По той оси В направлении Которой Мне нужно Двигаться То есть Мне нужно Двигаться По оси Y Для того Чтобы эта Точка Поднявшись Вверх Состыковалась По уровню С вот этой Точкой Я щелкаю Где-то На оси Х Вот Точка Начинает У меня Прыгать И теперь Не отпуская Левой клавиши Мышки Тяну ее Вот к той Точке По которой Мне нужно Ее выровнять В результате Она у меня Бах Выравнивается По одному Уровню Это кстати Происходит Благодаря Вот Именно Вот этому Параметру Use Access Constraint Если его Не включать То По осям Вот эта Привязка Работать Не будет Точка Это просто Скаканет Вот в эту Точку То есть Вот Типа Такого Произойдет Вот Посему Нужно Чтобы этот Параметр Был Включен И щелкать Не по точке Это самое Главное Запомнить А именно По нужной Вам Оси Вот Такая же Процедура Может Применяться Как для И для Выравнивания Стен Например То есть Если Допустим У меня Где нибудь Вот здесь Например Я не уверен Но Сейчас Секундочку Отключу Пока Привязку Перейду На уровень Сегмента Вот Например Тут Уровни Стен Отличаются То есть Нужно Их Состыковать Можно Как выделять Одну И вторую Точку Так И целиком Выделять Например Сегмент Выделив Сегмент Включив Привязку С нажали Выделяем Сейчас Сейчас Мне нужно По оси Состыковать Его Вот С этой Точкой Чтобы Он двигался По оси И выровнялся По этой Точке Я щелкаю По оси И не отпускаете Ну курсор мышки К этой Точке Оп И они Выровнялись То есть Я в принципе Сейчас Больше полюбил Вот эту Работу С привязками Мне она Как-то Проще Стало Удобнее Понятнее Я работаю С ней Но в принципе На самом деле Суть Невелика Либо В этом Точке Выделили точки Ось Икс Игрик И поэтому Оп Вот они Выравнялись Выделили эти По оси И по этой Точке Вот они Состыковались Тут например Не уверен Где у меня Что стоит Я выделяю Эту точку По этой Например Выделил Эту группу По этой Оси И по этой Точке Вот они Все втрое У меня На одном Уровне Здесь То же самое По этой И теперь Все вместе Это По этой Точке Вот они У меня снова выровнялись Поэтому, да, то есть тут, например Мне чем больше этот подход нравится Не нужно вот эту многократную делать прокрутку Вот этой мышкой вдоль экрана Пока масштабирование не подведет объекты к общей точке Потому что в зависимости от того, как они далеко Вам может быть больше времени понадобится На вот эти прокрутки, чтобы они состыковались В одной общей точке Трехмерной привязки в этом плане проблем меньше Вот, поэтому Вот имейте ввиду такой способ Очень неплохой для выравнивания И последний момент, который я тоже сразу скажу Чтобы в будущем к нему уже не возвращаться Так это подгонка Вашего чертежа Под реальный размер Дело в том, что когда вы загружаете в окно проекции Изображение, и это изображение Обрисовываете, вы не привязываетесь К какому-то реальному масштабу Потому что картинка загружается Просто в окно проекции, так как ей В принципе удобно, сетка может быть там Больше, меньше, и реально, допустим Обрисовав помещение, мы можем столкнуться С вами с тем, что габариты его Ужасно огромные Вот, ну то есть Тут, допустим, сейчас вот Женя единицы измерения не задавала Вот, но если бы, допустим Мы их там переставили Конечно, опять-таки, помните Лучше делать в начале Ну тут, в принципе, получилось у нее приемлемо Но часто бывают ситуации Когда чертеж там очень огромный Да, то есть там длина стены там 50 метров Комнаты Ну это здорово, если у кого-то такая комната, конечно Да, вот Но не всегда это действительно бывает реальный размер И часто приходится подгонять вот ваш чертеж к реальному размеру Так вот, каким образом это можно сделать? На самом деле, довольно-таки несложно Для того, чтобы уменьшить габарит Мы с вами воспользуемся инструментом масштабирования Значит, ну опять-таки, я тут скажу еще раз То есть, то оговорку, о которой говорил когда-то Когда мы с вами разбирали единицы измерения Это то, что МАКС это не инженерная программа И в ней бывает довольно-таки трудно подобрать все миллиметр в миллиметр Но, как часто бывает, действительно это и не нужно Потому что эта программа больше для художника И вам, если помещение нужно создать То это должно быть помещение плюс-минус в размере Да, но никто не будет проверять там Миллиметр ли в миллиметр Да, то есть по нашей работе чертежи делать не будут Это мы, используя чертежи Мы воссоздаем трехмерную реалистичную картинку Фотореалистичную картинку Как этот результат будет выглядеть в конечном итоге Исходя из этого подхода Мы можем с вами использовать масштабирование для удобства Для удобства нашего Значит, что мы можем с вами делать Первое, нам нужно с вами определиться с каким-нибудь габаритом Как правило, когда вы работаете с чертежом В чертеже какие-то отметки обязательно присутствуют Есть габариты, длинный сторон, высот и прочие другие вещи Вот от них можно отплясывать Даже если такого у вас нет в работе Иногда такое бывает Сталкиваешься с таким То возьмите за основу что-нибудь, что вам известно Ну, например, оконный проем Либо высоту оконного проема Либо там дверной проем Как правило, есть некие стандарты Длин этих вещей Ну, например, те же самые там дверные проемы Внутренних помещений Вот, например, там ванны какой-нибудь, кухни Вот, туалетные комнаты Ну, как правило, там до метра Ширина двери ставится То есть никто-то диван не будет проносить Правильно? Вот, это там не зал Не хол Вот, посему вот можно, например, взять эту вещь за основу Да, ну, допустим, пусть, например, вот у нас вот этот вот Дверной проем, где в будущем будет дверь Например, шириной в метр Да, вот мы точно это знаем Либо по чертежу посмотрели Либо там узнали Либо там для себя определили, что вот это размер в метр И вот от него мы можем отплясывать Что мы можем дальше делать? Дальше мы с вами берем, создаем какой-нибудь объект С правильными размерами Это может быть как геометрическая форма Какая-нибудь Также это может быть, например, тот же самый сплайн Без разницы Я, например, сейчас возьму сплайн Прямоугольник И создаю его И самое главное, чтобы вот его размер Вот этот соответствовал нужному моему Поэтому я в его настроечках проверяю вот тут И ставлю здесь метр Вот я поставил Видно, у нас чуть-чуть чертеж меньше Да, то есть немножко он должен быть больше Чем вот эта вот конструкция Что теперь мне сделать? Как мне теперь исправить? Очень просто Смотрите, я беру мой чертеж Используя инструмент масштабирования Могу его увеличить Подогнав его таким образом Чтобы у меня мои вот эти вот оконные проемы Края расположились по границам Плюс-минус Понятно, идеально это трудно будет сделать Вот, но плюс-минус Единственное неудобство такого способа заключается в том Что при использовании масштабирования У нас, видите, центр этого масштабирования в стороне И нам приходится подкрутили, там подстраивать Подкрутили, подстраивать Чтобы от этого избавиться Мы можем сделать Простую такую штучку Мы можем с вами В принципе, разные подходы у нас есть Один, допустим, из них Это мы можем опорную точку вынести сюда Где этот объект у нас находится Да Может быть, даже для удобства Мы там можем вот этот объект Наш первоначальный Вообще отцентровать По оси 0 Допустим Чтобы у нас вот здесь вот был В точечке 0 А теперь, допустим Когда мы будем располагать этот объект Мы его ставим так, как нам нужно А теперь там переключив Зайдя в режим работы с опорной точкой Мы тоже ее обнуляем Она автоматически идеально совпадает С опорной точкой этого объекта Потому что она заранее была выставлена в точку 0 Теперь выполняем масштабирование Мы с вами, видите Будем выполнять его относительно центра этого объекта Нам значительно удобнее будет Все вот эти вещи подстроить Мы подбираем позицию При которых там эти стены наши Подходят Более-менее То есть они явно там не вваливаются Слишком небольшие То есть вот плюс-минус Они соответствуют этому габариту Все хорошо Мы это сделаем Теперь вот этот объект Который у нас создавался В принципе нам уже с вами не нужен Мы можем его удалить Вот Помещение есть Но Есть один нюанс Если мы с вами включим инструмент масштабирования И посмотрим на координаты У нас уже масштаб не 100% А он будет меньше либо больше В зависимости от того, что мы делали Уменьшали Либо увеличивали чертеж И это иногда может играть с нами злую шутку Чуть попозже Когда мы с вами Разберем модификатор Который на базе вот такого объекта Сможет строить Сплайна Сможет строить объем Давать нам высоту стен фактически Иногда вот этот масштаб Его уменьшенное Либо увеличенное значение Тому модификатору позволит себя вести некорректно То есть высота стен может не соответствовать реалии То есть вроде бы так на глаз смотрите Она там Там 3 метра А по его значениям Она там 30 метров Например Ну то есть Из-за масштаба Из-за разницы масштаба Поэтому в идеале Чтобы модификатор сюда В дальнейшем применился правильно Нужно чтобы у этого сплайна Был масштаб 100% Сбросить мы его не можем Иначе в принципе Вся работа которую мы делали Уходит на нет Поэтому я отменю это действие Что нам делать Сделать можно вот такую штучку Смотрите Мы можем с вами создать Другой сплайн Любой Этот сплайн новый Когда создается Его масштаб Вы знаете Всегда 100% Ну у любого объекта Когда он только создается Его масштаб 100% Теперь мы можем перевести Его в редактируемый сплайн Этот наш новый объект Сделал я это для того Чтобы получить доступ К команде attach Теперь я команда attach Могу к этому сплайну У которого значение 100% Присоединить мой чертеж Когда вот такая процедура происходит Этот чертеж Так как он присоединяется К объекту Он наследует его значение Трансформации И он автоматически Становится с масштабом 100% Ну а теперь на уровне Сплайнов удалить этот кусок Просто-напросто Что он нам не нужен И после того как мы это сделали Включив масштабирование Мы с вами увидим значение 100% Вот теперь Любой модификатор Будет применяться нормально Корректно И все значения Все размеры будут Так как нужно работать И никаких не будет проблем Поэтому вот каким образом Вы Ну обрисовать вы уже умеете Теперь вы еще сможете Делать выравнивание Если это нужно Вам это придется делать В вашей работе С вашими помещениями И теперь вы еще знаете Как подразмер Вашего объекта подгонять Вот это в принципе Уже практически половина работы Остальную Оставшуюся часть Нам доделает Нужный модификатор О, у нас интересное здание Давайте его положим Так как нужно Есть Вот Вот таким вот образом Ну и в принципе Последнее что тут можно сделать Так это опорную точку Поставить в центр объекта И дальше выровнять его По точечке 0 Это тоже такое правило Хорошего тона Что все объекты у нас Были относительно 0 А выровнены Дальше проще будет С ним работать Вот теперь В принципе наш чертеж Готов к следующему этапу Это этап На котором мы с вами Из этих плоских линий Получим реальный объем Объем стен И как раз Вот здесь мы уже С вами коснемся Некоторых команд Которые нам с вами Понадобятся Для выполнения Для выполнения нашего Домашнего задания Значит Давайте себе В конспекте Сделайте пожалуйста Такой подзаголовок Формирование трехмерного Объекта Из сплайнов Формирование Трехмерного Объекта Из сплайнов То есть мы с вами В принципе на данный момент Научились работать С сплайнами Это на самом деле Тоже немаловажно Потому что в будущем Правильная их прорисовка Будет давать нам Возможность получать Геометрические фигуры На самом деле Даже Уже Сейчас Мы с вами Можем использовать Сплайны Для того Чтобы получать Объемные фигуры Вы знаете Что у нас У сплайнов Есть параметр Отвечающий За визуализацию На закладке Рендеринг Включение параметров Уже дает нам В принципе Отображение толщины Объекта Иногда Это уже дает Часть объекта В принципе Готовую И чуть попозже Сегодня мы тоже Это посмотрим С вами Но сплайны Еще хороши И тем Что они Могут нам Давать основу На базе которой Модификаторы Сегодня у нас будут Новые модификаторы Могут получать Совершенно другие Объекты Уже не плоские формы Какие у нас есть сейчас А действительно Полноценные Объемные фигуры И вот Первый модификатор О котором мы с вами поговорим Это будет модификатор С вот таким вот Названием Экструд 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 Модификатор Экструд Применяет К объекту Простую технологию Экструд В принципе Переводится Как Выдавливание Экструд Выдавливание Данный объект Позволяет По сплайну Выдавить Объемную фигуру Позволяет По сплайну Выдавить Объемную фигуру Вы видите Что это Модификатор Потому что Вот поверх Нашего Редактируемого Сплайна Применился Модификатор Экструд И мы Соответственно Видим Его Настройки У него Несколько Настройчик Которыми Мы с вами Можем Манипулировать Для получения Результата Самый Основной Параметр У него Это Конечно же Параметр Amount Этот Параметр Задает Величину Выдавливания Причем В зависимости От Значений Положительных Или отрицательных Этого Параметра Он может Выдавливать Либо наоборот Вдавливать То есть В принципе Противоположные Два Эффекта То есть Вот например Мы с вами Подготовили Наше Помещение Сплайн Сделали Его Стопроцентным По масштабу Сделали Его В размере Все Как Нужно Стены Выровнены Все Замечательно Теперь Применив Экструд Мы можем Его Поле Маунт Особенно Если Вы Вы должны Это Уже Делать Первоначально Выбрали Единицы Измерения Правильно Для Объекта То Теперь Мы можем Задать Высоту Например Потолков Ну пусть Это будет Крутая Квартира Где Будет Три Метра Высота Потолков Поэтому Я Вписываю Три Нажимаю Enter Три Метра И У нас С вами Готова Коробка Нашего Помещения Легко Просто Без Особых Заморочек Включив Сетку В принципе Мы увидим Что у нас Получилось То есть Вот Такую Конструкцию Нам Делает Экструд То есть По Любому Плоскому Контуру Именно По этой Причине Вот То что Этот Модификатор Работает С реальными Значениями Мы Все Сгоняли В Стопроцентный Масштаб Если Мы Этого Не Сделали Цифра Три Могла Быть Не Тройкой А Меньшим Либо Большим Значением В зависимости Того На сколько Там Масштаб Уменьшен Либо Увеличен Поэтому Очень Важно Применять Этот Модификатор К сплайну Который Сделан В размере И имеет Стопроцентный Масштаб Тогда Эти цифры Будут Соответствовать Действительно Адекватному Размеру Помимо Высоты Выдаем Да Кстати Вот О значении Если я Пойду В другую Сторону В отрицательную То у меня Произойдет Эффект В обратную Сторон В принципе Суть Этого Не меняется То есть Это эффект Вдавливания Это эффект Выдавливания В зависимости От значения Положительное Либо Отрицательное Мы получаем Результат А вот После применения Экструда Видите Все наши Оконные Дверные Проемы Пока Выглядят Таким Сплошняком Они на самом деле Таким Не должны быть То есть Должны быть Здесь части Плит Либо Кирпичное Строение Отделяющее Уровень Окна Двери Сейчас Пока На базе Экструда Мы этого Получить Не можем Но чуть Попозже Когда мы Разберем Полигональное Моделирование Вы видите Как легко И просто Вот эту Конструкцию Мы сможем Получить Здесь Верхние Нижние Крышки И выделить Оконные Дверные Проемы Поэтому Пока На базе Экструда Мы можем Только Лишь Вот такую Получить Коробку Но это Уже Немаловажно На самом деле Помимо Этого Еще у него Есть Параметр Сегменты Параметр Сегменты Задает Сегменты По направлению Выдавливания И в будущем Кстати Вот именно Как раз Параметры Сегменты Позволят Нам Отделить Уровни Вот Верхней части Для стыковки Этой коробки И нижней То есть Которые Позволят Выделить Нам Оконные Либо Дверные Проемы То есть В будущем Мы склеим Здесь Часть Здесь И получим Здесь Например Окно А склеив Тут Например Только Получим Здесь Дверь Например Ну Как Как Вариант Вот таким Вот Образом Данный Модификатор Может Преобразовать Наш Объект Помимо Кап переводится Как крышка И подразумевает Наличие Вот этих Верхних И нижних Крышек Вот эти Сечения Которые Мы видим Вот здесь Если я Например Отключу Параметр Кап Старт У меня Перестанет Отображаться Нижняя Крышка Смотрите Вот тут Появится Дырка Такая Пустота Кап Старт Ее делает Без Отключения Этого Параметра Она не Отображается И то же самое Кап Н Только применительно К другому Краю Объекта Сняв Один И второй Мы получим Здесь Такую Сквозную Дырку Тут Сразу Нужно Сказать О том Что данный Модификатор Extrude Чаще Всего Применяется К сплану Замкнутому И тогда Он срабатывает Нормально И мы Видим Вот эту Крышку Я Допустим Сейчас Для Примера Создам Объект Звезду И К нему Применю Этот Модификатор Extrude Часто Видите У меня есть уже наследуют значения предыдущих Модификаторов Поэтому значения иногда могут соответствовать Там если нужно вы можете их менять Так вот У меня вот замкнутый объект И крышки отображаются нормально Но Стоит мне допустим Сейчас я На секундочку Модификатор Ну чтобы его не удалять Я его просто на время вырежу Вот здесь вы тоже можете вызывать В модификаторах Контекстное меню Здесь есть много параметров Часть из них похожа На то что мы имеем возможность Тут делать включение Выключение Вот он Оф Включение Выключение Включение в окне Проекции Включение Отключение для рендера И так далее Некоторые мы не знаем еще параметры Вот Но здесь есть несколько параметров С названиями Вот Кат и копий Которые позволяют его копировать Временно вырезать И копировать в буфер кадра Таким образом Вы можете модификаторы Переносить из объекта на объект То есть допустим Вот Создав здесь Текстовую надпись Мы можем допустим Если нам нужны такие же настройки Зайдя здесь модификатор Выделив его То есть щелкнув по нему Контекстное меню Вызвав копию Скопировали его А теперь выделив этот объект Выделив здесь В контекстном меню Категорию Пейс Можем его вставить И он с такими же значениями Наследуется у нас Точно так же Помимо этого Есть возможность Вставлять модификатор Не просто как отдельный модификатор А пейс Инстансы Помните у нас Инстанс Преклонирование использовался То есть это Экземпляр Это связанный объект Когда вы вставляете таким образом Смотрите Модификатор пишется не так обычно Как он пишется Обычным текстом А он вот таким вот Наклонным Курсивом Это значит Что он связан с объектом И стоит мне в этом объекте Начать менять его параметры Как он автоматически Будет меняться здесь Потому что они Связаны между собой Так вот Я допустим Для этих вот задач Временно сейчас Его просто вырежу Можно воспользоваться Командой Cut Чтобы на время Его отсюда удалить Вот И применю сюда Модификатор Edit Spline О Edit Spline Редактируем И Spline Чтобы иметь возможность Этой звездочкой Поработать на уровне точек Я возьму Сейчас специально Выделю одну точку И сделаю здесь разрыв Break Визуально он не виден Но Стоит мне сюда вернуть модификатор Теперь его из буфера Просто вставить Вот что у меня получится То есть если в вашем Spline Есть разрыв У вас не будет Этих вот верхних и нижних крышек То есть если их не отображаются Если они не отображаются Вы смотрите Что параметры Капы в настройках стоят Значит в Spline Есть где-то разрыв Ищите Значит опускайтесь сюда И ищите Где этот разрыв Присутствует Иногда в принципе Бывает так и нужно То есть построить объект У которого просто действительно Вот такая форма Тогда пожалуйста Проблем нет Но если вам нужен Полноценная геометрия Закрытая Значит нужно склеивать точки Вот и тогда Как бы проблема Эта устранится Решится И все будет нормально И замечательно Вот видите Вот уже допустим У нас к нашему объекту Применена группа модификаторов То есть вначале он был Обычным объектом Звездочкой Потом мы применили К нему Edit Spline Сделали изменения Теперь вот третий шаг Модификатор Extrude И вот он уже в новом Виде В новом состоянии Отображается Это пока все Что нам с вами нужно будет В Extrude Остальные параметры Пока нас будут Пока нас интересовать не будут Категория Output Позволяет нам строить Форму вот эту Разных типов То есть Mesh Это по умолчанию Геометрия То с чем мы в принципе И привыкли работать Патч Norms мы еще не разбирали Посему пока их пропускаем Не будем трогать И то же самое Вот здесь внизу Параметры Текстурные координаты Мы тоже еще с ними не знакомы Мы еще не касались тем Текстур, материалов Посему Тоже эти вещи пока для нас Не интересны особо Это вот модификатор Extrude То есть простой модификатор Но который Легко и просто выполняет Такие вот интересные задачи Следующий модификатор Который мы с вами скажем Будет модификатор С другим чуть названием Он очень похож на Суть которую дает Модификатор Extrude Но со своими небольшими изменениями Так, так, так А давайте то же самое возьмем Например, звезду В качестве основы И на ее примере Посмотрим Итак, второй модификатор Который мы сегодня с вами разберем Это модификатор с названием Bevel 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 Позволяет нам тоже получать Геометрическую форму За счет выдавливания Но выдавливает он не просто А с фаской Выдавливание с фаской Выполняет выдавливание Выдавливание, но с фаской Он применяется точно так же К нашему сплайну К нему точно такое же требование То есть если он применяется Нужно, чтобы сплайн был замкнутым Для того, чтобы он нормально сработал Если он снова Сплайн будет разорванным То в принципе мы увидим Просто боковые стенки Без верхних и нижних крыш По умолчанию Видите, все его значения В нулевой ставят форме Поэтому мы в принципе Видим плоскую фигуру Объема у него по-прежнему нету Но сейчас начнем Перестраивать настройки И смотреть на результат Основные его настройки Находятся на втором его свиточке С названием Bevel Values То есть параметры Тут некоторые базовые параметры Мы о них поговорим А вот именно Bevel Values Как раз и задает нужные нам режимы Значит вот здесь вот У него есть параметр С названием Height Высота С помощью которого Мы как раз с вами и можем Получать высоту То есть я тут смотрите Точно так же начинаю увеличивать И вот у меня объект стал Выдавливаться То есть в этом плане Он похож на Extrude Но в отличие от Extrude У него есть параметр Outline Скос Благодаря этому параметру Outline Скосу Мы можем с вами выполнять Вот какой интересный эффект Смотрите Мы как раз можем получать Вот ту самую фаску Увеличивая его Мы получаем фаску в эту сторону Уменьшая Мы получаем скос В наружную сторону То есть в этом плане Он от Extrude отличается Чуть-чуть больше возможностей Помимо этого Интересно то Что у этого модификатора Может быть до трех уровней выдавливания Смотрите Level 1 доступен по умолчанию Это тот который должен быть задан Без него как бы работа не пойдет А помимо этого Вы можете включать дополнительно Еще два уровня выдавливания Если я поставлю галочку Возле параметра Level 2 Второй уровень выдавливания У меня активируются два поля Таких же Высота и Outline Но только для второго уровня Что это за второй уровень? Это уровень который строится вот здесь То есть в месте где закончился первый Я нажимаю высоту И вот у меня пошел второй уровень Я могу задавать его тоже Как высоту Так и допустим Параметры скоса И точно так же Я могу включать еще и третий уровень Который точно так же делает Из верхушки второго Дополнительную такую вот конструкцию То есть вот в чем суть данного модификатора То есть во-первых Он дает возможность не только выдавливать А и прорабатывать скосы Во-вторых у него до трех уровней Путливой головы вашей возможно Закралась мысль Почему три? Почему не пять, не десять, не два Почему именно три? То есть чем число три мотивировано? На самом деле Три уровня нужны не вот для такой Бредятины, которую мы сейчас с вами здесь сделали А для выполнения одной очень интересной задачи Которую другие модификаторы Например выполнить не могут И в частности Extrude тоже Его главная задача, как мы сказали Это выдавливание с фаской Да, здесь фаска присутствует То есть эти вот срезы Это как бы и есть фаска Но в данном случае Они играют совсем неинтересную роль Чтобы это дело увидеть более интересно Мы с вами давайте сделаем такую вот штучку Я возьму Несколько текстовых надписей Ну в принципе одну Дальше просто сделаю из нее копию Одну, вторую И получу вот такую конструкцию Смотрите К верхней текстовой надписи Я применю модификатор Extrude И допустим задам высоту выдавливания Чуть меньше Слишком большая Может там полметра Или даже там Три сантиметра Вот так Вот Для того, чтобы получить текстовую надпись Вот в принципе текстовая надпись получена Все в принципе в порядке Вроде бы как задача выполнена Теперь посмотрите Что может Делать Модификатор Bevel В отличие от модификатора Extrude Классно Может Должен быть вопрос То есть видите Вот эти значения Которые были предыдущие Слишком круто Для данной текстовой надписи Поэтому получился бред Мы отключаем их И обнуляем Правой кнопочкой мышки Все сбрасываем в ноль А теперь по частям Начинаем делать Смотрите что я делаю Значит первый уровень Выдавливания Я задаю совсем Совсем с маленькой высотой Буквально там Ну ноль два может быть А нет стоп Ноль три у нас всего Поэтому Ноль пять наверное Где-то вот так Да Вот И задаю ему небольшую Точно такую же Фаску Есть Дальше я включаю второй уровень Обнуляю его тоже Потому что он У нас предыдущее значение Наследовал Вот И поднимаю его уровень До получается Двух тогда И фаску здесь не задаю никакую А в третьем уровне Я выполняю фактически Ту же самую задачу Такую же фаску Только здесь значение Отрицательное Потому что если положительные Они дают возможность нам Если поставить их положительные Они полезут в другие В другую сторону Вот так вот Это будет не то что нам надо Поэтому значение минус Вот Для пущей красотищи Мы еще чуть их поуменьшаем Где-то вот так Есть Вот они у нас теперь абсолютно одинаковые Теперь сравните две текстовые надписи Верхнюю И нижнюю Какая для вас более привлекательна За счет чего? Блев Вот Вот для вас открывается Одна из великих тайн Трехмерной компьютерной графики Значит Трехмерные объекты Создаются искусственно В принципе это понятно То есть мы их создаем Моделируем Это не живые объекты Вот Но Чем лучше мы сможем Наследовать свойства Реальных объектов Тем лучше И реалистичнее Будет у нас результат И один из моментов Связанных в моделировании Это наличие фасок Если ваша трехмерная модель Будет иметь фаски По своим краям По ребрам По границам То В будущем Когда появятся источники освещения На эти фаски Обязательно упадет блик А блик Это та вещь Которая сразу оживляет Вашу трехмерную модель Здесь она выглядит скучной Потому что здесь нет фасок И в принципе максимум Мы можем получать Затенение этой части Или этой части Никакого промежутка А в этой Объем так и Прет из нее То есть хочется ее потрогать Она какая-то живая Интересная такая И все это за счет Элементарной вещи Просто наличие блика То есть в это место Попадает блик От источника освещения Фасочка его подчеркивает И объект выглядит Совсем по другому Не многие это делают На самом то деле Вот Но если вы себе возьмете За правило В ваших моделях Всегда делать фаски Ваши модели Всегда будут выигрывать То есть даже на уровне Моделирования Объекта Вы уже можете Создавать реалистичные модели Всего-навсего Добавляя просто фаски И вот в этом плане Модификатор Bevel Не только отличается От экструда А в принципе Замечательный Примечателен тем Что мы можем делать фаски А три уровня Как раз и нужны Чтобы фаски получить Во всех направлениях Смотрите То есть Первый уровень Level 1 Как правило Задает первоначальную фаску Фаска в основании Level 2 Задает непосредственно Основную высоту Объекта А Level 3 Как раз делает фаску Внешнюю То есть Вот эту верхнюю И вот Именно по этой причине У этого модификатора Три уровня То есть В принципе Можно его и для бреда Использовать Как мы до этого Выстраивать Какие-то непонятные фигуры Но вся его прелесть И сила Кроются именно Вот в такой технологии То есть Чтобы маленькие Получать фаски Вот за счет Небольшой высоты Небольшого уровня Видите Они действительно маленькие То есть Если стоит задача Их сделать больше Можете сделать больше Но Когда они большие Они не так интересны На самом деле Если ваша задача Не просто смоделировать Их большими Потому что такая задача А просто показать Что есть фаски Лучше их делать маленькими Тогда будет Маленький аккуратный Красивый блик И ваша модель Будет значительно интереснее выглядеть. Поэтому вот так вот в три уровня вы сможете выстраивать этим модификатором результат. У этого параметра есть еще несколько значений, у этого, вернее, модификатора есть еще несколько параметров, которые позволяют его перестраивать. Наверху вот есть параметр Start Outline. Это параметр, который позволяет первоначальный размер сплайна уменьшать либо увеличивать. То есть сейчас он просто у нас выдавился таким, как есть, а если я вот начну его накручивать, видите, у меня как бы сплайн увеличивается, сужается, уменьшается, и мы получаем результат. Нужно быть аккуратным, там при, видите, неправильных значениях тут могут происходить непонятные вещи. Они происходят за счет того, что просто геометрия начинает пересекаться, точки пересекают друг друга, входят друг друга, и выходит бред, то есть форма строится неправильно. Одна из задач, которые в принципе этот модификатор признан еще выполнять, так это исправлять вот такие вот моменты. Вот на его первой, первом свитке параметры есть несколько настроек, и одна из них вот здесь внизу, в категории Intersections, пересечения, Keeps Line from Crossing, то есть контролировать параметры для того, чтобы линии не пересекались, не входили друг в друга. Смотрите, если я его поставлю, вот обратите внимание на букву M, на букву A, которые сейчас у нас вылезли, видите, то есть программа будет контролировать, она не будет давать возможность линиям выходить, как только они подойдут к границе, она их будет обрезать сама. А вот тут внизу указывается как раз этот порог обрезания, то есть, в принципе, мы можем, играясь им, делать его больше, меньше, чуть-чуть подстраивать. Ну и дальше наверху, в принципе, у него тоже есть параметры сегменты, которые позволяют добавлять сегменты вот здесь вот по высоте выдавливания. Причем эти сегменты, заметьте, добавляются ко всем уровням. То есть, вот четверка добавляется и здесь, и здесь, поэтому, например, тут это может быть нормально, здесь этого может быть много, поэтому с ним аккуратнее, с этим параметром будьте. Вверху есть параметры каппинга, верхняя крышка, старт, нижняя крышка, and, конечная, точно так же. Вот, и он тоже позволяет нам получать вот такой вот результат. Поэтому вот, что, в принципе, и себя представляет модификатор Bevel. Вот, вот какие задачи он может выполнять. Хорошо, окей, значит, тогда на сегодня мы с вами сделаем на этом остановку. Значит, в принципе, давайте тогда сделаем так. У нас тут еще осталось несколько модификаторов, но сейчас нам не хватит там небольшого промежутка времени, чтобы их разобрать. Минут 20 надо, наверное, будет. 25, чтобы о них договорить, чтобы вы попробовали это все. Значит, о них мы договорим на следующий раз. В конспекте себе запишите, просто сделайте пометочку, мы в следующий раз с нее начнем. Модификатор точно так же пишется он Bevel, как только что писался, но только имеет дополнительную запись Bevel Profile. Вот, вот, вот. Ага, стоп, он сейчас уже тут не применится. На секунду я вот это вырежу. Вот, Bevel Profile. Модификатор Bevel Profile. Создание объекта с определенным профилем. Создание объекта с определенным профилем. Вот, в следующий раз мы с этого модификатора начнем разговор. Вот, и в принципе тогда, ну, тогда вы сегодня спасены от домашнего задания. Вот, отдохнете. Вот, те, как раз, кто имеет хвосты, будут иметь возможность делать все. Вот, а вот на следующий у вас уже появится довольно-таки комплексное задание, где вам нужно будет посоздать такой полноценный, интересный объект. Хорошо, на этом делаем остановочку на сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.